Руководитель движения 40-40 Андрей Кармухин. Тоже один из подписантов, инициаторов этого открытого письма нашему президенту о недопущении этого закона. Многодетный отец он у нас. Вот с точки зрения семьи, многодетной семьи. Андрей, пожалуйста. Чтобы не затрагивать конкретику, которой здесь было много, я бы хотел поговорить о фундаментальных вещах, без которых, я думаю, вряд ли мы сможем бороться с теми, кто как раз основывается на таких фундаментальных вещах, как сатанизм. Потому что люди, с которыми мы сегодня с вами боремся, это руководители, которые стоят во главе всех этих процессов, это откровенные сатанисты, и они этого не скрывают. Все мы знаем прекрасное видео про Гатарский тоннель, где они себя проявили в этой ипостаси, в открытую. И когда мы говорим о тех вызовах, которые перед нами стоят, мы не должны забывать ни в коей мере, что мы живем, например, сегодня, в 2019 году от Рождества Христова. Мы все представители христоцентричной цивилизации. Мы все в ней выросли, все были в ней воспитаны. И Христос в свое время был распят именно за то, что Он апеллировал в своих проповедях к человеку внутреннему, а не к человеку внешнему. Потому что апелляция к человеку внешнему – это как раз удел сатаны, когда он апеллирует к человеку внешнему и эксплуатирует все те потребности внешнего человека, которых, конечно, у нас у всех много. Мы все хотим есть, мы все хотим отдыхать, мы все хотим смотреть, мы все хотим получать различные блага цивилизации, поэтому у него поле деятельности для того, чтобы нас ускушать, огромное. А вот Христос пришел и возвал нас, как людей, к тому, чтобы мы задумались о человеке внутреннем, каким он должен быть, к чему он должен стремиться. И только тот человек, который задумывается о человеке внутреннем, имеет шанс на спасение, имеет шанс на жизнь вечную. Так что в таком случае нужно было делать сатане? Ему нужно было, получив такой удар в поддых со стороны Христа, естественно сделать все, чтобы через внешние параметры, через внешнего человека начать искушать и потихонечку деградировать все те заповеди Божьи, которые сначала Господь, потом Христос оставил нам. И вот все то, что мы с вами сейчас наблюдаем, и разрушение института семьи, и однополые браки, а сейчас еще появилась еще новая модная вещь. Если вы смотрите за общественным пространством, сейчас все сошли с ума по Грете Тунберг. Это самое, что ни на есть разрушение пятой заповеди Божьей. Чти отца своего и матери. Когда ребенок выводится на передний план и говорит, что вы украли у меня жизнь, вы украли у меня будущее, и сегодня мы здесь являемся законом, мы будем здесь делать то, что мы считаем нужным, а вы для нас не указ. И то, что мы сейчас с вами здесь обсуждаем, и все эти ЛГБТ-организации всевозможные, и фонды, и Соросы, и Клинтоны, это все адепты этого самого сатанинского племени, которые подчинены одному – оторвать человека от Бога. Потому что задача сатаны именно доказать Богу, что он, сделав из нас, нас сделав венцом природы, ошибся. Потому что мы сами себя будем разрушать. Мы сами сделаем все, чтобы уничтожить сами себя. И разрушение института семьи, легализация однополых браков, гей-парады – это все звенья одной цепи. И если мы не будем актуализировать именно этих фундаментальных вещей и не говорить о Христе живом, который среди нас, а кто православные христиане, те знают, что в Библии написано, где двое или трое собрались во имя моей, то есть масс посреди их. Если мы не будем актуализировать живого Христа, что вот мы здесь, вот кто-то здесь есть христиане, я думаю, многие, да, если здесь мы собрались во имя Христа, значит, Христос здесь посреди нас, он сам об этом нам сказал. И мы, оперируя этим, вот здесь Сергей Александрович Михеев, он отличные вещи сказал в программе у Соловьева про благополучие и комфорт. Если наши правители оперируют к нам как к обществу постоянно о благополучии и комфорте, они как раз оперируют сатанинской ценностью, то есть ценностью человека внешнего. А человек внешний, он всегда нацелен на саморазрушение, потому что он никогда не достигнет вот этого пика своего благополучия и комфорта. У него цель ложная, у человека внутреннего цель спасти себя, спасти внутренний свой мир, быть достойным, быть богоподобным, то, что Господь ему оставил и заповедовал. А человека внешнего потреблять, потреблять, потреблять. И вот эти все знаменитые вещи, фурсинг, как говорили, все наши, это вот к разговору о нашем образовании, что мы должны перестать думать о образовании, воспитании, мы должны человека-потребителя, оказывается, в нашей системе образования воспроизводить. Можно водички? Можно, конечно. Ворвок пересохло. И поэтому, пользуясь этой высокой трибуной, общественной палатой России, которая, насколько я знаю, была создана именно для того, чтобы власть слышала гражданское общество, я хочу обратиться и к власти и сказать, Ребят, если вы враги, ну, значит, вы враги, такие же сатанисты, как и та самая элита, которая была при презентации Гатарского тоннеля. Если же вы все-таки государственники и думаете о будущем, а вы, мне кажется, все-таки думаете, потому что, даже принимая национальный проект, много национальных проектов, но первым сделав демографию, вы как бы обозначили цель нашего государства как повышение рождаемости. А как, у меня вот вопрос тогда, как вы собираетесь поднимать рождаемость, если вы разрушаете институт семьи? Каким образом люди у нас в пробирках вы их будете выводить? Или там, как там сегодня говорили, арендовать кучу маток по всему миру, чтобы воспроизводили для России народонаселение? Как вы собираетесь поднимать рождаемость? Так вот, как раз мы подходим опять же к фундаментальной ценности, что для нас важнее. Господь, создавая человека первой заповедью, легализовал институт семьи, он сказал, мне это важно. Он сказал Адаму с Евой, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю и владейте ею. Но сатанисты, для которых понятие унтермерши, убермерши, это как бы важная история, история, здесь про Евгенику тоже говорили. Для них важно, чтобы мы не плодились и не размножались, потому что если мы будем плодиться и размножаться, значит мы будем владеть этой землей. Для них важно нас уничтожить. А самое важное, чтобы мы сами себя уничтожили. Опять же, если мы возвращаемся к планам сатаны. И поэтому, не оперируя этими понятиями, не высвечивая их, мы вряд ли сможем что-либо добиться. Ведь даже, посмотрите, даже многие коммунисты сейчас, они тоже оперируют этими понятиями. По крайней мере, я знаю, там того же самого Геннадия Андреевича Зюганова, он говорит, что во многом тот же самый устав строителей коммунизма был списан на снагорной проповеди Христа. И они демонизируют тот же самый троцкизм, о котором сегодня говорил отец Максим. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, если мы будем загонять наши цели и полагания только лишь в рамки цифр, да, они яркие, они действительно имеют смысл. Это как бы аргументация в дискуссиях. Но все равно, если мы не будем высвечивать вот эти важные вещи, Христа и сатанизм, то вряд ли мы что-либо с вами сможем добиться. И это наше будущее. Это будущее наших детей. Потому что нам сегодня говорят про демографию, а у нас сегодня коэффициент рождаемости. Вот мне просто интересно, знаете ли вы, к какому коэффициенту рождаемости должны привести вложения в 3,1 триллиона наших денег государственных, для того, чтобы вот сейчас коэффициент рождаемости 1,6, а к 2024 году мы вот с такими вложениями, к чему мы должны прийти, знаете, нет? 1,7. 1,7, правильно. 1,7. Это просто геноцид натуральный. То есть это что, смех, что ли? Вы вкладываете 3 триллиона рублей, и вы получаете одну десятую. Ну, чуть-чуть, мы будем вымирать помедленнее. Чуть-чуть. Поэтому не актуализируя этих вопросов, не ставя вопросы именно вот так вот ребром, кого все-таки мы, как вот опять же Сергей Александрович сказал, да, действительно, мы уникальная цивилизация. Действительно, мы сумели в себя вобрать и множество народов, и множество вероисповеданий. Но это мы сделали именно потому, что Христос у нас был во главе нашей цивилизации. Мы не уничтожали, мы помогали всем развиваться. Поэтому не актуализируя этого момента, нам ничего не добиться. Мы можем сколько угодно, им это только и надо, чтобы мы вот так вот между собой там спорили, а они сидят там. Потому что даже эти гомосеки, простите, которые этим всем занимаются, они даже не понимают, в чьем проекте они участвуют. Им просто свои нужды нужно справить, вот этого внешнего человека. Они о внутреннем не думают, ведь даже вот вы подумайте об этом, у них другие вообще понятия. А те люди, которые думают о внутреннем, которые за всем этим стоят, они прекрасно знают, что они делают. И прекрасно знают, для чего им разрушать институт семьи. И прекрасно знают это понятие унтерменьше и уберменьше. Поэтому, дорогие мои, я тоже за то, что вот здесь выступала Ольга Владимировна по поводу общественной активности. Да, действительно, меня вот, например, восхищает, да, казалось бы, вот для русского человека отобрать слово там папа-мама и заменить его родитель один, родитель два, там дико, да. Да, ну вот, слава богу, да, опять же, вот за это я могу похвалить наше руководство. Оно в этом плане все-таки стоит. Пока еще, дай бог, и дальше бы стояло неизменно. Но я сомневаюсь, чтобы у нас вышло сейчас миллион людей, если наша Государственная Дума легализует такое понятие в паспорте. Очень сильно сомневаюсь. А там во Франции вышло миллион людей, а недавно 600 тысяч вышло, опять же, за эти ценности. Поэтому дай бог нам всем сил, дай бог нам правильных пониманий этих процессов, что происходит. Потому что не обозначив врага, не зная его в лицо, очень трудно с ним бороться. Вот в моем понимании все-таки у нас в руководстве, хотя есть, конечно, и враги, но есть и адекватные люди, которые должны воспринимать те процессы, которые происходят вокруг нас, ну, по крайней мере, патриотично и с государственной точки зрения. Вот, оперируя к ним, я хотел бы сказать, ребят, ну, я понимаю, что, может быть, вы ведете себя с точки зрения временщика, но вам досталось такое государство тысячелетнее. Вы часто говорите о тысячелетней России. Так не погубите его. То есть не нужно одной рукой пытаться что-то сделать, а второй рукой рубить сук, на котором сидело государство наше на протяжении тысячи лет. Разрушите семью, убьете Россию. И так нас мало. И так мы умираем кошмарными темпами. Так вы еще делаете все для того, чтобы хотя бы та семья, которая сегодня еще существует, окончательно была уничтожена. А это просто такие паразиты, клопы, которые залазят к нам в законодательство и пытаются здесь своим ядом прыскать. Поэтому давайте не дадим им разрушить наш институт семьи. Спасибо. Спасибо.